В этом видео мы разберемся, насколько же прочная эпоксидная смола, испытаем ее всеми возможными способами и ответим на очень популярный вопрос, можно ли соединить эпоксидку со стеклом и для чего вообще это нужно. Приятного просмотра! В первую очередь займемся изготовлением опытных образцов, так как нам предстоит ответить на вопрос, можно ли соединить эпоксидку со стеклом. Я взял стекла разной толщины 2, 4 и 8 миллиметров для частоты эксперимента. На данный момент я придумал два способа, при которых можно относительно грамотно лить эпоксидку на стекло. Первый способ предельно простой и доступный каждому. Я просто-напросто замотовываю стекло 180 наждачкой. В итоге эпоксидка зальет вот эти царапины и стекло снова станет прозрачным. За счет этого, собственно, смола и будет держаться на стекле. Второй способ уже посложнее. Существует специальная добавка, которую я добавляю в лак. И уже этим лаком можно красить глянцевое стекло. Эта технология действительно работает, проверена мной уже не один раз и лак крепко держится на стекле. В итоге в глянцевый прозрачный лак я добавляю 10% этой добавки. Покрываю стекло уже готовым составом и в итоге мы получили слой лака на стекле, который гарантированно держится отлично. Остается только проверить, как же на этом лаке будет держаться эпоксидка. Делаем нехитрую опалубку из пластика, термоклея и автомобильной двухкомпонентной шпатлевки. Так как лак на заготовках уже высох, я замотовываю его скотчбрайтом и начинаем заливать смолу. Как вы видите, царапины заполняются смолой и стекло снова становится абсолютно прозрачным. Но пока смола сохнет, давайте протестируем, насколько же она крепкая сама по себе. На такую вот монолитную заготовку из смолы я сперва отправляю кирпич. Как вы видите, ей по барабану. Тогда я беру вот этот уже знаменитый камень. К примеру, стеклянные бутылки он складывал вот так. Это можно увидеть в одном из наших предыдущих роликах. Но сегодня этот камень отправляется по другому адресу. В итоге на заготовке слегка откололись края, но в целом материал очень крепкий. Я имею в виду крепкий именно как монолит. Нету даже намека на трещину внутри состава. А теперь снова отправляемся к нашим стеклянным заготовкам. На одно из стекол я решил залить смолу сразу же с добавлением того самого состава, при помощи которого держится лак на стекле. Технологии, наверное, сейчас выглядят вот так. Но мы же на ютубе и можем себе это позволить. В общем, через 4 дня смола в итоге так и не высохла до конца. И осталось в итоге чем-то похожим на резину. Вывод делаем такой. Не добавляйте в смолу всякую дичь и непроверенные добавки. Это касается и непроверенных красителей. Иначе смола может просто не полимеризоваться до заявленного состояния. Итак, краш-тест стекла со смолой. Практически все стекла разбились с первого раза. Даже вот с такой высоты. Кирпич я, соответственно, кидал на сторону, которая была залита смолой. Единственное стекло, которое выдержало первый снаряд, это 8-миллиметровое стекло с сантиметровой заливкой из смолы. Но второй снаряд уже сделал свое дело. Вывод делаем такой. Смола не особо укрепляет стекло. Такой бутерброд становится крепче ровно настолько, насколько толще и крепче стекло. Но у нас и не стояла цели укрепить стекло. Мы проверяем, держится ли смола на нем. Итак, как вы видите, смола со стеклом действительно стали одним целым. И это успех в какой-то степени. Тут наглядно виден кусок замотованного стекла. И я пытаюсь разъединить этот бутерброд. Так вот, в итоге стекло откололось, но дальше не пошло отслаиваться. Эпоксидку можно лить на стекло, предварительно обработав стекло наждачной бумагой. На лаке смола тоже держится, но мне показалось, что немного хуже. А ввиду того, что это более трудозатратная технология, забываем про нее. А теперь главный вопрос, для чего же вообще нужно соединять стекло с эпоксидкой. На самом деле, потенциал такой технологии просто огромный. Вот, к примеру, два моих проекта, в которых я использовал такую технологию. Также следующий ролик будет с ее применением. Такая схема очень облегчает многие проекты и очень хорошо экономит бюджет, но об этом в следующем ролике. Ну, а раз уж я взялся за краш-тест, давайте испытаем смолу по полной. Вот такую штуковину с фитилем я окунаю в лак, для того, чтобы создать защитный слой. Иначе была вероятность того, что эпоксидка насквозь пропитает бумагу и все, что находится за ней. И в итоге, ничего не сработало бы. После того, как лак высох, устанавливаем эти штуковины по стаканчикам, а некоторые экземпляры заливаю прямо с фитилем. Понимаю, что так себе идея, но все это видео, это сплошной эксперимент. И спустя 4 дня после того, как эпоксидка высохла, мы продолжаем свой эксперимент. Так вот, практика показала, что не стоит заливать фитиль эпоксидкой. Но забегая вперед, скажу, что рабочие экземпляры получились. И уже совсем скоро вы все увидите. Как вы поняли, сегодня я решил испытать эпоксидку всеми возможными способами. И огонь также в этом списке. В общем, смола горит черным токсичным цветом, собственно, как и любой полимер. Но весь прикол в том, что она и не горит-то вовсе. В итоге, горелкой удалось поджечь только тоненький бортик, который остался после заливки. И когда уже он прогорел, все потухло. Какая-то сомнительная проверка, скажете вы. Окей, давайте добавим немного бензина. В итоге, после того, как весь бензин выгорел, все потухло. Выводы тут сделайте сами. А мы переходим к самому интересному. Пора уже придать эпоксидки ускорения изнутри. Стопэ, придержи лапы. Даже о защите не подумал. Погоди минутку. А мяч тебе зачем? Неважно. По дороге захватил. Снимай с меня скорее эти противные наушники. Так у меня есть кое-что поинтереснее. Лично я обожаю беспроводные наушники. Но учитывая то, что каждый день я работаю в пыли и в наушниках, есть одна проблема. К примеру, у дорогущих AirPods'ов за 12 тысяч рублей нет водозащиты. Но мой напарник нашел выход и принес мне влагозащитные наушники CGPods от тюменского бренда Case Guru. С CGPods можно смыть без проблем всю грязь, бактерии и даже вирусы, что особенно актуально сегодня. А стоит CGPods в 4 раза дешевле яблочек. 3,5 тысячи рублей, да и выглядят они круче яблочных ушей. Посмотрите сами, аккуратно сидят в ушах и не торчат. А у CGPods 5.0 есть еще и мега крепкий кейс из настоящего авиационного алюминия. Такой кейс не сломается и не погнется, даже если встать на него. У CGPods Lite кейс тактильно очень приятный. По ощущениям похож на пузырчатую пленку. Вот держишь их и даже из рук выпускать не хочется. Как вы видите, я хорошенько их протестировал и теперь смело могу рекомендовать их вам. У CGPods цена божеская, всего 3,5 тысячи рублей. Минус скидка в 200 рублей, как говорится, мелочи приятно. По нашему промокоду код и ссылка в описании. Как вы видите, слева стоит GoPro за стеклянным корпусом. Так вот, через пару секунд произойдет волшебство и она исчезнет. Конечно же, я понимал, насколько это опасная затея и сам находился за стенкой. Ни в коем случае не повторяйте подобное. Мне же хватило одного эксперимента и продолжать дальше совсем пропало желание. Да и снимать уже не на что. Как сказал Андрюша Малахов, берегите себя и своих близких. А также ставьте лайки и делитесь этим видео. Но этого он уже не говорил, это я от себя добавил.